Выбросы парниковых газов, производимые человеком, являются причиной изменения климата. Из них на Казахстан приходится около 0,66% от мировых выбросов парниковых газов. Мировое сообщество определило своей общей целью сокращать сжигание угля, нефти, газа и выбросы парниковых газов от других видов деятельности. Это даст возможность снизить глобальное потепление, климатические катастрофы и не ухудшить значительно климат на планете. Ближайшая климатическая цель Казахстана – добиться того, чтобы выбросы парниковых газов по стране в 2030 году оказались не выше около 320 миллионов тонн. Эта климатическая цель может оказаться и более высокой. В этом случае выбросы парниковых газов в 2030 году нужно будет сократить до уровня 295 миллионов тонн. Правительство предусматривает возможность принятия более высокой цели в зависимости от международной помощи. Климатическая цель включает и целевой показатель по возобновляемым источникам энергии. К 2030 году они должны вырабатывать не менее 15% электроэнергии. Большинство стран мира определило, как долгосрочную климатическую цель добиться углеродной нейтральности к середине этого столетия. Казахстан запланировал добиться этой цели к 2060 году. Это не означает, что выбросов парниковых газов не будет вообще. Запланировано, что оставшиеся 45,2 миллионов тонн будут поглощены за счет улучшения землепользования и увеличения площади лесов. А знали ли вы раньше о климатических целях Казахстана? Верите ли вы, что мы их достигнем? Понятно ли вам условная климатическая цель до 2030 года? Можем ли мы поставить для себя более высокую климатическую цель до 2030 года? Пишите ваше мнение в комментариях. Ждите следующие наши видео, в которых мы обсудим климатическую политику Казахстана, наши климатические действия и источники информации о том, что делает Казахстан.